Всем привет, с вами Игорь. Сегодня такое видео как бы обо всем понемногу. Начнем с ветряка, а закончим интернетом. Там покажу какой я модем купил, уличный на Алиэкспресс. И там некоторые вопросы у меня есть по нему, как организовать нормальный интернет. Так сказать. Вместо вот этого вот маклаута, который меня вот так вот обидели. Вот. Надули, можно сказать, схалтурили и ничего исправлять не хотят. Молчат. Ну, и тысячу я им тоже платить не буду. Ну, короче, кому интересно, там у меня есть видео на канале. Вся моя история пользования этим маклаутом. Вот. Ну, ладно, начинаем. Итак, разобрали мы ветряк сталяном. Вот сейчас он у меня вот такой вот стоит. Видите? Сейчас попробую увеличить. сняли мы головку полностью, крылья, диск с махами. Пустил он лебедочка моя, видите, да, такая висит. Кранбалка, лебедка. Кстати, кранбалку я и не снимаю. Она у меня всегда там. Просто она переворачивается. Сейчас попробую, может, показать с другой стороны, как она переворачивается. О! Вот, видите, как она прикручена. Просто к одной стойке башни она так вот и прикручивается. Двумя болтами на 16. Потом, если ее надо убрать, я ее просто переворачиваю вниз, эту кранбалку, и она встает вниз, вот так вот смотрит вдоль. Ну, короче, она не мешает от поворота ветряка. Снимаю я только саму лебедку вот эту, что висит там. Вот. А кранбалочка, там она всегда у меня, если что-то надо поднять, опустить. Вот я ею, кстати, все туда и поднимал. И генератор, очень тяжелый, кстати, там сам генератор 100 килограмм. Редуктор вот этот, который выкинется теперь. Теперь у меня будет все напрямую. Останется только генератор, редуктор выкинется. Вот, там добавится просто кусок какой-то трубы, чтобы соединить его вместе. Может быть, какую-то через резиновую муфту, чтобы смягчать вроде. Как? Ну, посмотрим потом. Вот. Сейчас у меня вот так вот осталось. Будем переделывать. Так, пойдем, сейчас покажу, как у меня работает крылья снял. Вот, покажу теперь, как работает тормоза работали у меня. Вот, там спрашивали многие. Интересная схема. Сейчас пойдем. Вот, я дошел до своих крылышек. Тут я их сейчас пока что положил. Лежат. Вон еще два стоят. Буду переделывать. Итак, как же у меня работала вот эта система. Вот у меня получается край крыла. Вот видите, вот здесь вот видно здесь шовчик. Ну, когда он сложенный, вот этот край, оно даже не видно. то есть, ну, не создает для воздуха никаких потока препятствий. Это очень важно. Но, когда разгоняется, оно начинает оттягивать его. Ну, центробежная сила там определенная. И вот так вот оно начинает становиться в поперек потока. Видите, как оно стало. И начинает тормозить, соответственно. Как тут у меня сделано? Все очень просто. трубка. Тут тоже трубка. Там она вставлена одну в одну. Не знаю, видно, не видно. Вот так вот. Крылья с оцинковки. Здесь тоже трубочка. И так вот. О! По-моему, видно. Трубочка в трубочке. Все. Вот и вся система. Видите? И она здесь ползает. Вот так вот. Смазка. Подшлифовать немного. Ну, чтобы хорошо, гладко ползает. И она себе вот так вот ходит туда-сюда. То есть, туда ее на открытие и на торможение оттягивает центробежная сила по достижении определенных оборотов. Это регулируется центральной пружиной. О! Назад она становится уже пружиной. Когда пружина пересиливает, то они складываются назад. Вот это, кстати, открытие. Оно получается медленно так. Нет такого, что оно раз вот так вот рывком дернуло и сразу стало. Обороты понемногу нарастают и он понемногу начинает вот так вот открываться, 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 пока он полностью вот так вот этот весь закрылок не станет. Вот. Посмотрел я эту такую систему в книжке. В одной интересной. Так делают на больших ветряках, где большие лопасти и ну там просто не нужно даже делать, чтобы вся лопасть проворачивался. То есть вот этот полноценный ВРШ. Это очень сложно сделать, например, с такими лопастями, когда ветряк у меня вот этот 5 в диаметре 5,6 метра. Ну это очень проблематично. Отсюда вот только через трубу проходит тросик. Вот он к центральной пружине. Труба идет через все крыло. Просто тут более толстое. Сейчас я покажу, как он складывается. Вот например, от центробежной силы он разложился, тормозит. Вот он тормозит, поперек ветра стал. Вот этот закрылок тормозит. Трубка тут довольно толстая, нормальная. Она не согнется никогда. Вот тормозит. Потом обороты упали до какого-то предела. И вот я вот сейчас за этот тросик потяну. Видите? стало на место. Вот он. Вот этот тросик цепляется к центральной пружине и так же с остальных двух крыльев тоже центральная пружина. вот так стоит. Ну я показывал. Кстати, вот эту пружину я уже там показывал в других видео. Смотрите, я оставлю ссылочку на плейлист по моему ветрогенератору. Там я вылазил показывал там видно как это центральная пружина там тоже самое труба на трубе в трубе и лазит даже пруток там пруток и пружина ползунок такой и все вот вот три они подсоединены натянуты вот там ну короче регуляция пружиной натягом пружины регулируется вот это когда они будут открываться пружина кстати довольно мощная нужна я ее добавлял там раз пять наверное усиливал менял ну что довольно сильно такая ну чтобы он рано не открывался ну все это регуляции достигается так сказать вот снял я также вот этот вот она кстати эта пружина вот эта пружина здесь где он я там уже не помню где я тут забросил ну такой стоял ползунок вот он ползунок вот к этим болтиками этими цеплялись сюда тросики от крыльев и оно так на растяжку тут еще стояли по бокам вот на вот эти штуки еще две пружины они держали что вот этой пружины было недостаточно вот теперь я это тоже переделаю вот эти вот вот эту конструкцию я всю срежу она тут такая мощная уже не нужна потому что крылья такие не будут крылья будут намного меньше вот это все отрежется тут оставлю немного переделаю да это все тоже переделаю немного ну потом буду показывать как я это буду переделывать вот и тут же тут же наверное прицеплю вот к этой доске вот эту всю конструкцию вот здесь вот и буду ее балансировать теперь хоть благодаря тому что все это ветроколесо станет меньше то я ее смогу хоть здесь отбалансировать потому что вот такие крылья отбалансировать по-человечески невозможно в реальных условиях так сказать на ветроколесе все ну взвешивание просто взвешивание каждого крыла оно не дает того результата обязательно надо кроме взвешивания ставить все вот в этот хаб или как он там называется в колесо и все ветроколесо где-то вот так вот на стенде вертикально в реальных условиях крутить балансировать на подшипниках желательно вымотых от смазки чтобы они легче ходили вот так вот ну что я же говорю такое ветроколесо ну почти 6 метров вот балансировать это даже не знал где ее прицепить а теперь крылья будут меньше то хоть прицеплю так теперь про интернет вот прислали мне вот такой вот с Алиэкспресс уличный 4G ну он и 4G и 3G и 2G какой есть G такой он и принимает модем он идет правда и с роутером вот у него одна антенна на Wi-Fi одна антенна на 4G видите две такие антенны я ее уже подключил ну правда не понравилось мне что вот кабель видите какой вот это блок питания и кабель 30 сантиметров а дрезетки 30 сантиметров и вот блочка 30 кстати блочок я так понял тоже уличный вот он как бы вот так вот его надо наверное цеплять где-то на столбик рядом возле этого ну где-то так или на доску там где он будет прицеплять наверное ниже его прицеплю вот эту штуку тут выход видите снизу и сеть и в роутер поэтому вроде бы затечь не должно вроде бы не должно затечь ну не знаю ну не должно вроде бы итак какой у меня есть вопрос у меня есть два варианта подключения вот этого 4G модема у него тут есть вайфай я могу его просто вытащить наверх просто вытащить наверх ну я думаю там на крыше я его поставлю установлю там доску прикручу фронтону там небольшую чтобы он был в зоне видимости вышки потому что я заметил что намного лучше интернет даже с планшета когда выходишь на улицу и становишься вот так вот в зоне видимости вышки вышка от меня недалеко ну не знаю где-то около километра но в доме при том что даже так близко вышка в доме интернет слабоват очень даже ну намного ну он нормальный но намного намного слабее поэтому я даже когда видео заливаю в ютуб то выхожу на улицу становлюсь тогда он буквально за минуту за две сливает за три нормальные длинные видосики в качестве а вот дома это может растянуться даже на час и на два поэтому я взял вот такой вот уличный модем вот у него тут вся индикация сеть вайфай подключение уровень сигнала и поставлю ее наружу они обещают там что вроде не боится ни дождя ни снега тут кстати где закручивал антенки тут резиночки такие есть так что вполне может быть но единственное что мне не понравилось вот эта вот крышечка она какая-то такая слабо она так держится вот эта крышечка ну сейчас попробую ее снять вот видите я ее ага и вот тут практически я ее так вот только потянул и она уже она уже и снялась так что видите как-то как-то слабо она тут держится ну будем надеяться что она не отпадет вот так вот что я хотел спросить вот первый вариант это просто повесить вот этот вот модем сверху ну на крыше на там палку вот чтоб хороший был прием и получать сигнал в доме просто через вот этот вай-фай ну на планшет это не проблема а для компьютера у меня есть антенка юсб антенка которая ну в юсб вставляется она на прием вай-фая тоже с алиэкспресс вот но мне кажется что вай-фай будет хуже ну все-таки там получается чердак метра 3 даже больше 3,5 наверное плюс на метр я ее подниму от крыши плюс еще в дом ну метров 5-6 то может быть даже и 7 эти все повороты вот и получается шифер плюс потолок ну как бы будет немного ухудшать вай-фай я уже проверял ну так заходишь за 2 стены то уровень сигнала вай-фай немного падает вот но есть у меня второй вариант подключения это сюда вот вот сюда вот воткнуть вот видите вход интернет ван-лан интернет есть выход кстати питание это если слева мы начинаем сим-карта вставляется сюда средняя вот эта не самая маленькая и не самая большая кстати продавец мне еще в подарок наверное там переходнички упаковочка такая с переходничками для сим-карт можно на любые менять над сим-картой вы видите USB mini или micro USB кстати можно питать вот этим тоже 5 вольтами тоже можно обычными от зарядки питать а это 12 вольт 12 вольтовый вход да 12 вольтовый а тот наверное 5 вольт ну я так инструкции прочитал что это тоже может быть питание и справа эта кнопка перезагрузки резет вот и все вот так вот я еще проверял сюда я втыкал интернет кабель и подключал его вот такому вот роутеру Wi-Fi есть у меня такой но он уже у меня просто был ну как бы есть вот я его задумал что он будет стоять пылиться я его подключил вот через этот тоже кабель вот он вот он идет сюда в этот и все работает кстати когда я подключаю вот этот вот сюда то Wi-Fi начинает работать отсюда если я выключаю вот этот вот роутер Wi-Fi то Wi-Fi начинает работать отсюда планшет как бы переключается на этот он наверное ищет любую доступную сеть так вот в чем собственный вопрос как будет лучше для сигнала для скорости и вообще пользоваться вот этим Wi-Fi ну через отсюда прямо на компьютер или на планшет вот или опустить кабель с него вот с этого модема воткнуть сюда вот интернет кабель опустить подключить к этому роутеру Wi-Fi и чтобы он уже мне раздавал он будет стоять как бы в комнате тут на стене где-то повесить чтобы нормально раздавал никаких не было преград и от него же можно кабель уже втыкать и в компьютер то есть мне уже для компьютера даже USB Wi-Fi антенна не понадобится я компьютер могу подключить через кабель к этому ну и через к этому и через этот или прямо отсюда к этому не знаю короче вот такие у меня есть два варианта как будет лучше пользоваться напрямую Wi-Fi отсюда но это через шифер через потолок чердак это метров 5-6-7 где-то будет а если в другой комнате то даже и больше или провести от него кабель интернет подключить кабель метров 5-6 купить кабеля интернет интернет обычного я уже пробовал подключал но все это работает и пользоваться Wi-Fi через вот этот роутер который будет стоять прямо в доме а интернет на компьютер будет у меня прямо кабель подключить кучу разъемов можно подключить кучу компьютеров или чего то еще вот этот хороший Asus кстати Wi-Fi качественный это не знаю пока что вот ну вот такой вот вопросик у меня кто знает пишите как лучше сделать вот как оно будет на скорость лучше на стабильность подключения и для компьютера и для планшета может какие-то плюсы минусы в этом есть я не знаю только так пытаюсь это все научиться в этом премудростям этим Wi-Fi вот ладненько все всем пока спасибо за просмотр пишите комментарии что вы об этом думаете и как было бы лучше